Какой смешной котик! Сегодня у нас будет крайне необычное, но достаточно простое видео. Сегодня мы с вами просто сядем и просто посмотрим просто мемы. Прямо сейчас я зашёл в просто гугл и вбиваю просто мемы. Та-дам! И давайте же посмотрим, что нам выдаст гугл по запросу просто мемы. И он нам говорит, делать мемы очень просто. Что ж, если это действительно так, то давайте вы возьмёте и сделаете мемы обо мне, канале, играх, в которые мы с вами играем, а потом пришлёте это всё в мою группу. Если там соберётся достаточно много годных мемов, то я сделаю видео о ваших мемах. Что, когда не понял сложный мем? И вот знаете, в чём ключевая проблема гугления рандомных штук в гугле? Проблема в том, что вы не получаете фидбэк. А вот как мне это прокомментировать? Я не могу это нормально прокомментировать. Это просто бабуля. Просто бабуля и тупая надпись. Или тут есть вот такие вот штуки. Нельзя просто взять и впихнуть невпихуемое. Но она нам говорит, что всё просто на самом деле. Просто берёте и впихимайте. Невпихуемое, впихуемое, вы впихуемое. Давайте я впихну, впихуемое, невпихуемое. Так, кого бы куда-нибудь впихнуть. Так, 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 так. Ну, как обычно, экспериментатором у нас будет Патрик. Патрик, мы тебя впихнём. Куда мы тебя впихнём, Патрик? Сейчас мы найдём, куда мы тебя впихнём. А давайте прямо в кнопку Ютуба мы впихнём Патрика. Вот как неожиданно. Многие люди даже не замечали её. Смотрите, у нас есть Патрик. У нас есть кнопка Ютуба. Да, за 100 тысяч подписчиков. Давайте вы сейчас подпишитесь, если не подписаны. У меня будет ещё больше золотая, да? Конечно. Теперь мы берём и впихуем, невпихуемое, во впихуемое, невпихуемое. Эксперимент прошёл неудачно, скажем так. Вот примерно таким был Патрик, когда я пытался его впихнуть в плоскую кнопку. Он просто такой, типа, просто здравствуй, просто как дела? Я бы хотел зайти в тебя. Когда на Ютубе попадается 30-секундная непропускаемая реклама ТикТока. 30 секунд, да? Ютуб, ты действовал наверняка? Но потом ты наконец-таки находишь кнопочку пропустить, и ты такой, что-то слишком просто. Что-то тут не так. Нет, точно на Ютубе. И настало время для действительно важных цитат. Вот хочу сказать спасибо гравитации. Если бы не она, я бы тут сейчас не стоял. А я бы тут сейчас не сидел. А вы бы там сейчас не смотрели это видео, в каком бы вы положении не находились. Но если вы всё-таки верх ногами подвешены к потолку, то, пожалуйста, смените положение. Это странно. И я пытаюсь объяснить, что Тульпа реальная личность. Мой отец, моя мама, моя сестра, мой брат. Господи. Вот это довольно забавно. И Тульпа такая, да, всё-всё норма, они поверят, они поверят. А теперь немного пояснения для тех, кто сейчас вызывает пояснительную бригаду в комментах. Тульпа это некое воображаемое существо, которое можно в теории вызвать или получить, если выполнить определённые махинации со своей психикой. В общем, если вы достаточно шизанутый, чтобы навоображать себе друга, то у вас появится Тульпа. Но как бы если вы попробуете объяснить вот кому-нибудь из этих людей, что это за Тульпа такая, то я думаю, реакция у них будет действительно такая. Особенно у брата. Он такой, да, да, рассказывай, что у тебя есть воображаемые друзья. Теперь наша общая комната станет только моей. Мемы. Смешные мемы и картинки до слёз. Ой, да у меня поднятие настроение. Какой смешной котик. Там ещё снизу подписка. Самые смешные мемы. Просто ржака. Господи, я открою это. Это на ютубе что-то. Я сейчас это открою. Я хочу это. Поехали. У чувака канал называется Давай по ржам. Более 100 тысяч подписчиков. Охренеть можно. Давай. Всем привет. Я Алекс. Привет. Я хочу вам показать. Самые смешные мемы. Вау. Приступим. Фантастика, давай. Самые смешные мемы. Вот тебе седина в бороду. Вот тебе без вебру. Охренеть. Охренеть. О май га. Это что? Самый смешной мем, который я видел? О, господи. Не могу. Я хочу еще больше смешных мемов. Еще хочу. Один котик другого по попе хлопает. Один котик другого по попе хлопает. Еще давай. Как это дети 3 месяца дома будут? Что прям каждый день напугался котик? Напугался котик. Невероятно. Как смешно. Еще, еще хочу. Господи. Он так еще эмоционально все это рассказывает. Невероятно. Я, блин, коллабу с этим чуваком запишу. Давай, давай еще. Камон. Еще больше мемов смешных хочу. Волк, Серега. Тут даже без комментариев. Тут даже без комментариев. Господи. Я не знаю, полакать мне или смеяться. Я просто постараюсь забыть об этом скорее. Да ты же просто робот. Имитация жизни. Разве может робот написать симфонию и сделать шедевр? А ты можешь, умник, блять. Фм, действительно. А давайте-ка я попробую нарисовать свой шедевр. Но для начала нужно провести анализ. Давайте в объем. Шедевр. По запросу шедевр рисунок в гугле мы видим вот такие вот прекрасные картинки. Господи. Вот это действительно круто нарисовано. Давайте дальше полистаем. Ну, тоже неплохо. Чувак развивался, развивался и пришел к некому абстракционизму. Дальше мы видим безусловный шедевр. Только сам Микеланджело мог нарисовать такое. Ну и немного полистав картинки по запросу шедевр. Ну как, немного. Я пролистал буквально картинок 7. Мы пришли к вот этому вот. Вот это мой уровень. Давайте-ка мы попробуем нарисовать свой шедевр. На основе этого шедевра. Так, тут у нас котик. Мы будем рисовать собачку. Как у нас рисуется собачка? Ну, предположим, вот так у нас рисуется собачка. Так. Собачка. Пусть у нее будет квадратная голова. Потому что все мы любим абстракционизм. Так. Чтобы понять, что это собака, давайте превратим ее в куб такой небольшой. Так. У нас даже перспектива будет. Не переживайте, я профессионал в рисовании. У меня 150 лет художественной работы за плечами. Опа. Я куб нарисовал, это фантастика. Так, ей нужно обязательно дорисовать хвост, чтобы все поняли, что это собака. Обачки. Не очень-то похоже на собаку. Что же отличает собаку от не собаки? А, у собак вот такие вот штучки есть. Усы. У всех собак есть усы, если вы не знали. И наша собачка будет говорить. Не пошел. Куда подальше она будет говорить. Добро. Пожаловат. Все. Шедевр готов. Ребята, это просто фантастика. Просто фантастика. Понимаете, о чем я? Ну, что-то я отвлекся. Вернемся к просто мемам. И этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Это, видимо, песики, которого я только что нарисовал. Так, а тут мемы о Детройте. И важная информация для всех, кто пишет про Детройт в комментах. Я его прошел 8 раз. Я его вряд ли буду проходить на канале. Можете не писать. Спасибо. Яманда такая, давайте мы сделаем РК-800 девиантом, а потом создадим РК-900, а потом отдадим его детективу-дебилу, с которым они будут шпехаться? Шпехаться? Сложный прикол. Друг. Мне приснилось, что я целовался с девушкой, которую люблю. Вот какие сны снятся мне. Эггерт беспроводной Леха Алексей. Что дальше? Леха с функцией душа. Господи, этот мем меня пугает. Это действительно меня пугает. Что за херня там изображена? Я понять не могу. Я вот думаю, у меня достаточно странные сны. Но даже они не настолько странные, как эта херня. Что это за херня вообще? Вот что находится посередине за глазами? Хотя я не думаю, что я хочу знать. О, а вот так я выгляжу, когда чувствую, что начинаю болеть и просто херачу чай с лимоном. Вот я прям доктор. Да, обращайтесь. Любую болезнь вылечу, кроме тех, что настоящие. Ну и давайте немного разнообразим наш выпуск и загуглим Just Memes на английском. Just Memes. И Google сразу просек, что у нас тут шутки о докторах и такой, типа, я... Это просто кашель. Родители. Это просто кашель. Доктор. Это просто кашель. Google. Тебе осталось ровно три часа. Именно поэтому ни в коем случае, вот ни в коем, никогда не гуглите симптомы. Даже если у вас что-то супер базовое. Даже если вы просто чихнули. Не гуглите никогда. Потому что если вы загуглите что-то вроде Я чихнул один раз за год. Что со мной? Там будет что-то вроде У вас скоро отвалятся легкие. Они провалятся прямо во внутренние органы. Органы отпадут. И потом ты их выстрешь. Понятно тебе? Google страшная вещь. Очень страшная. Когда ты видишь мем, который, ну так, чуть-чуть смешной. И ты такой... Ну да. Прямо как этот ролик, типа... Окей, а вот это вот действительно странно. Какие-то чуваки выпустили ролик, В котором сказали, что они якобы Узрили лицо Сири в три часа ночи. О май гад. И... Господи. Да что Господь так с нами поступает? Что это за херня? О май гад. Вы посмотрите, что там на превью происходит. Сири, что они с тобой сделали? Сири, ты действительно так выглядишь? Сири? Сири, я должен теперь тебя выкинуть. Прощай. И я думаю, что примерно это прямо сейчас ощущает мой телефон. Ну что ж, а закончим мы это видео мотивационным шайля бафом. Вот мы сегодня просто взяли и просто посмотрели мемы. Как вам такое? Вот и ты прямо сейчас. Или, ну можно немножко попозже, вдруг ты сейчас занят. Просто возьми и сделай то, что ты хочешь. Просто берешь и делаешь это. Все возможно. Нет ничего невозможного. Просто берешь и делаешь это. Прямо после того, как ты просто поставишь лайк. И просто подписываешься на канал. Да, что ж. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok